Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 144. Женщина, которая ухаживает за своим грудным ребенком, чем может быть полезной для церкви, чтобы не стать «диванной» в кавычках «христианкой»? Ответ Игнатия Лапкина. Бог каждому дает по силам труд. Самое трудное, как наша мать говорила, Богу молиться и с детьми водиться. А детей надо еще и воспитывать. Это огромный и сверхответственный труд. Это и для церкви полезно. «Постоянно молись и не теряй близкого отношения с сестрами, чтобы знать нужды церкви, знать, о чем молиться». Руфь, 4 глава, 16 стих. «И взяла на имень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой». 1 Тимофею, 5 глава, 10 стих. Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Воспитывай дитя в страхе Божьем, в уважении к церкви, приучай его к молитве. Чтобы разгрузить других таких же кормящих мамок, можно на праздники объединиться, и кто-то бы один оставался с группой детей, чтобы остальные могли сходить в церковь, помолиться. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь». То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok